И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона, как всегда, ваш покожий слугам Амору и от великолепной игрушки Факторио Смолом Кросторио 2 и Спейс Эксплорейшн. За кадром, как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские в какой-то степени изменения. Для начала, я вот эту схему, которую мы делали в прошлой с вами части, модифицировал чутка, а именно, вывел сюда грузовую ракетную шахту. У меня здесь есть поезд, который привозит сюда на орбиту секции грузовой ракеты. Та же ракетное топливо сюда доставляется и его переделаю уже в свою очередь в жидкое топливо. Имея и то, и то, а еще и капсулу доставочной пушки, у меня без проблем получается доставлять грузовую ракетную шахту туда прямиком на орбиту. А орбита в данном случае представляет собой вот такую вот маленькую базу. Здесь я небольшую такую систему по выработке электроэнергии создал. Получается у меня отсюда, туда доставляется ракета только в том случае, когда в ней есть необходимое количество вот этих ракетных зондов и ракетных спутников. Со спутниками сейчас есть некоторые перебои, но это связано лишь с тем, что у меня не в полном масштабе все это воспроизводится, но это момент решаемый. Сюда эти спутники доставляются, они разгружаются и все это идет в ракетную шахту космического зонда. Тут постепенно идет прогресс. В создании, когда же спутник запущен, он автозапускается с грузов. В результате мы получаем данные звездного зонда. Здесь у меня стоит сравнивающий комбинатор, который сравнивает количество данных. Если этого количества будет достаточно, то ракета, которая должна была быть здесь, которую я случайно запустил, она по логике должна отправиться прямиком обратно и вот здесь вот приземлиться, чтобы мы получили данные звездного зонда. Я сейчас могу под шумок, конечно, ракету отправить туда и ничего страшного не произойдет. По большей части, как я погляжу, у меня имеются проблемы только с чистыми картами памяти. А с ними не все так гладко, не хватает и ресурсов, и всего на свете. А здесь на наивисе я вижу проблемы лишь в том, что мне просто банально не хватает железа в плане переплавки. Ладно, вопрос решаемый. Я думаю, того количества, которое я произвел сейчас, данных, мне будет вполне достаточно. Если же нет, то будем дальше что-то думать. Здесь у меня есть какое-то количество зондов, и я могу получить таким образом достаточно большое количество данных. И пока что, пока что, надеюсь, что этого хватит на достаточно долгое время. Благодаря всему тому безобразию, что я здесь собрал, я смогу беспрепятственно начать производить четвертого вида энергетические исследовательские каталоги. Останется лишь мне вот эти вот три схемы с коллайдерами частиц здесь дособрать. Но я думаю, это буду собирать вот здесь вот, наверное. Плюс-минус то, что должно здесь быть, я собрал примерно небольшая схема по переохлаждению жидкостей и коллайдеры частиц в нужном объеме. Все вот эти вот зеленые и розовые жидкости я вывел, конечно же, отсюда. Они у меня здесь в производстве есть. Я специально ради этого не делал здесь ускорители. И если потребуется, и я увижу то, что, ну, не хватает по соотношению, я, конечно же, ускоритель туда дозапихаю. Сейчас останется дождаться, когда конвейеры доставятся. То, что касается карт данных, я сюда доставляю, естественно, при помощи дронов. Так, данные об озонах пошли. Здесь данные о магнитных полях тоже производятся. Соответственно, все типы данных, ну, уже есть, уже неплохо. То есть это готово, это готово, это готово. Останется лишь сделать небольшой цех по производству исследовательских серверов вместе с остальными данными. Ага. Я совершенно забыл о том, что мне нужно еще сделать здесь производство квантовых процессоров. Так, что мне нужно здесь? По сути, галиминит, галиминит и еще больше галиминита. Хорошо, что здесь все производство в минимальном объеме есть. И вот здесь где-нибудь я бы это сделал. Воспроизводство в себе останется лишь процессоры и иммерситовые кристаллы. Сюда доставлять. Но, думаю, это не такая уж и большая проблема. Тут небольшие форс-мажорные ситуации. В результате достаточно большой период времени прошло между склейками этого видеоролика. Пойдем по порядку. Я полноценно начал заниматься изучением и реализацией вот этих квантовых процессоров. Как их создавать и из чего они делаются. И примерно схема начала вырисовываться. По схемотехнике я сделал необходимые расчеты. Ровно для того, чтобы обеспечивать энергетические исследовательские каталоги четвертого уровня. И вот такая вот схема здесь получается. Центры электромагнетизма. В них поставляются галлюминитовые пластины вместе с иммерситом. Галлюминитовые провода здесь делаются в отдельной схеме при помощи также центров электромагнетизма. И все это происходит на вот этой вот ячейке, где в принципе я и думал размещать все металлы. Но, как я погляжу, из-за большого нагромождения здесь поездов не получится сделать это таким образом. И в итоге, скорее всего, здесь это будет так, что эта ячейка чисто отведена под галлюминид и все то, что с ним связано. Дальше здесь для процессоров самый необходимый компонент по сути своей это данные о квантовых феноменах. Они производятся в лазерных центрах. Здесь небольшая цепочка по производству этих лазерных центров создана. Я сейчас занимаюсь тем, что подвожу сюда все необходимые жидкости и компоненты для производства. А единственным компонентом, между прочим, для производства является чистая карта памяти. А они у нас производятся и на поездах я тоже сюда их могу доставлять. Вот здесь вот они у нас производятся и, как вы можете помнить, раньше эта схема была чуточку меньше. И мне пришлось ее реально увеличивать масштабы, чтобы хотя бы как-то я мог эти чистые карты памяти тратить и на вот эти запуски, и на все те нужды нашего завода, которые периодически возникают. Также я вижу то, что у нас есть небольшие проблемы по железу, но это, скорее всего, связано с тем, что у нас просто не хватает масштабов. В любом случае, плюс-минус какое-то количество чистых карт памяти я здесь произвел и я могу потихонечку начинать их запуск. Для того, чтобы вот это все безобразие начало старт и мы начали бы производить квантовые процессоры. Я не спорю, возможно, данные о квантовых феноменах где-то у нас производятся и, скорее всего, это так и есть. Они потому что задействованы, по-моему, вот, да, в широких энергетических каталогах, которые нужны для второго энергетического пакета. Но там в производстве гораздо меньшее количество, я не хочу нагромождения никакого, поэтому мы обходимся именно этим. Ну, потихоньку, помаленьку, квантовые процессоры начали производиться, а значит то, что сейчас дроны начнут доставлять все это безобразие. Да, через полкарты, к сожалению, ничего с этим не сделаешь, но, тем не менее, дроны будут доставлять все это безобразие вот сюда. И это значит лишь то, что четвертые энергетические пакеты начнут свое производство. Итак, теперь я вот здесь вот создаю себе сундучок с четвертыми энергетическими каталогами и буду надеяться, что очень скоро сюда все эти каталоги доставятся. Ну, хотя бы по той причине, что дрону уже в пути и сюда рано или поздно все донесется. Вот, конечно, эти четвертые пакеты. Я могу сделать динамические излучатели, но дальше, дальше идти, конечно же, я не могу пока что. По той банальной причине, что нужно развивать все пакеты энергетические параллельно друг к другу. А следующие энергетические пакеты, требующие своего развития, это вот эти астрономические пакеты. Они тоже требуют много чего, и мне трудно представить, сколько ресурсов потребуется для развития этого. Но я думаю, рано или поздно мы справимся. Ведь благодаря им я смогу изучить гораздо больше, и мы сможем выйти в исследование очень глубокого космоса. И как раз это одно из тех открытий, которые позволяют нам много чего изучать. Также я вижу какие-то здесь каталоги материи и продвинутые каталоги. Но что касается продвинутых каталогов, здесь требуются все предыдущие виды каталогов. Поэтому пока что, к сожалению, мы не можем начать это изучение. А вот то, что касается каталогов материи, в принципе, звучит достаточно реализуемо. И в любом случае, я как погляжу, их нам нужно тоже будет изучать. Но это будет не раньше, чем в следующей серии. Сейчас же я хочу плюс-минус хотя бы примерно минимально дождаться, когда же у нас эти каталоги наконец произведутся. Я тут примерно расчеты накинул, и вроде как мы все это можем производить, как я погляжу. Только большое количество ресурсов, конечно, потребуется нам для всего, но я думаю, мы сможем с этим справиться. А вот и, между прочим, первые квантовые процессоры пошли, и... Да, энергетические каталоги. Я буду считать это своей маленькой победой. В следующей серии мы обязательно займемся астрономическими пакетами. Плюс-минус все у нас для них готово, надеюсь. Ну, почти все. Нам также здесь потребуются данные о зонда пояса астероидов. И если я все правильно понимаю, тут должен быть типа вот такого вот зонда, наверное. Вот типа такого. Только это звездный зонд. Но также есть здесь и космический зонд. Я не знаю, это одно и то же по сути своей, или разные вещи. Вот, соответственно, зонд пояс астероидов. Мы просто его еще не изучили. И, соответственно, его нужно изучить. Но, в принципе, все для него готово, все для него есть. И здесь же, я думаю, мы сможем реализовать всю эту схемку, которая требуется от нас для производства. Только вопрос, как его запускать. И с этим никаких проблем, по сути, своей возникнуть не должно. И если это действительно так, то вот эту схемку, которая здесь есть по доставке, нужно всего лишь немного видоизменить. А это не так, чтобы и критично. Но этим и многим другим, я думаю, мы будем полноценно заниматься уже в следующей серии. А пока, на такой прекрасной ноте мы будем потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся.